Эмбо, брат, дорогие друзья, и всем дыртылу, потому что мы продолжаем проходить его, и мне нужно отодвинуть вот эту шняшечку и поставить вот эту шняшечку сюда. Привет тебе, маленькая котейка! Сегодня мы продолжаем играть в дыртыл, и невероятная музыка у нас на фоне, и я надеюсь, что с громкостью всё ништяк. Привет, котейка, или что ты вообще такое? И добро пожаловать в DMTT Resort. Эм, самые большие апартаменты на горячих источниках. Кстати говоря, я знаю, что есть русский перевод, но я посоветовался, и мне сказали, типа, успокойся, бро, снимай так, как снимал, русский перевод, возможно, на геноциде будет, если будешь проходить, а пока снимай, как начал, потому что так будет гораздо удобнее и проще. Неважно, здесь ли вы для того, чтобы на ночь остаться или жить здесь, MTT Resort даст вам всё, что нужно. Просто проходите мимо? Великолепно! MTT Resort... Самый лучший в том, чтобы проходить мимо него. Ладно, я, пожалуй, пойду и пройду мимо. А что это у вас за папоротники? Это просто цветок. Супер, отлично. Я обожаю просто цветки. А это что? Тоже просто цветок? Ладно, вывали бы мне, да японский мать! Ты что? Кто мы? Этот лифт идёт вверх, но он остановился. Отель старается сделать всё, чтобы оставить всех здесь сидящими тут. Я самый лучший переводчик, я знаю. Да, я, походу, не доберусь домой сегодня. Я думаю, что здесь какая-то холодная пицца в моей сокровищнице, которой ты можешь подогреть. Это дракон и у него сокровищница. Классика. Здравствуй, огромный глазик. А, это глазик с бабочкой. Как жюльяшка, я возмущён. Окей. Элеватор всё ещё используется. Они же говорят, он поломан. Меня, видимо, обманывают. Эй. Добро пожаловать в бургер-эмпориум гламбургера. Расслабьтесь, короче. Давай поговорим. Извини. Я... Это против правил, чтобы разговаривать о чём-нибудь, пока вы ничего не купили. Ах, нехитрый еврейка. Ладно, я у тебя... Еее... Что это такое? 500 рублей стоит... Ты чё? Восстанавливает 60 здоровья. Пожалуйста, не спрашивайте. Не буду. Восстанавливает здоровье 40 и также даёт вам много жизней. Чувак, чё у тебя такие цены дорогие? 120 рублей за один гламбургер. У меня нет столько денег. Ха-ха. Этот пацан... Посмотри на эту рожу. По-моему, он там снизу что-то делает. Что-то отвратительное, что я его рукам... Я его руки не вижу. Посмотри, что эта рожа может творить. Он... Он даже двигается вниз и вверх. Не надо на меня так смотреть. Ладно, я куплю у тебя. Только прекрати. Спасибо. Видимо, он недоволен тем, что у него в конце концов вышло. Так, давай теперь... Ты можешь со мной поговорить? Что? Ты всё ещё пытаешься поговорить со мной? Я... У меня будут проблемы, если я буду разговаривать с моими покупателями. И... Извини. Но... Я хотел быть актёром. Жизненный совет. Дай мне жизненные советы! Я тут уже парочку лет, поэтому дай я тебе дам маленький совет, дружище. Если у тебя всё ещё осталось время, тогда не живи так, как я. Потому что мне уже девятнадцать лет, и я уже просрал всю мою жизнь. Но... Всё нормально. Романтический совет. Вот, ребята, если у вас вдруг будет или девушка, или парень, Кстати, там сзади гамбургер в виде меча. Вот, если у вас будет девочка или парень, сейчас он вам расскажет, как надо с ними обращаться. Слушай, дружище, я был таким же, как и ты. Поэтому я вдыхаю невидимую сигарету, потому что нормальной сигареты курить не надо. Поэтому я тебе сохраню много времени, сохраню от огромного количества проблем. Никогда не надо обращаться к привлекательным людям! Пока ты не один из них, конечно же. Иначе они просто возьмут от тебя всё, что могут, и кинут тебя на задворку жизни. Примерно как тогда, когда эти пары девушек попросили у меня гамбургеры. Кстати, там сзади было надпись, типа, сходи направо, и тебе что-то будет. И я, конечно, наивный... Наивный подросток, я сказал, да. Плохая идея. Ещё могу. Поэтому я вышел и пошёл к этим двум леди, и ты знаешь, чтобы что-нибудь дальше у нас развить, какую-то романтику, все дела. Потом мой босс, он увидел меня и сказал, что я делаю. И я так не... Я так... Я так... Я так просто... Я так просто... Просто не знаю, что сказать. Поэтому гамбургеры, короче, вывалились в дискармонтику. Но я не хотел терять моё лицо, и поэтому я заподнял их. Но когда я нагибался вниз, вес оставшихся гамбургеров, он заставил мои штаны упасть. И потом девушки смеялись надо мной. Все называли меня бургер-штанцы с того времени. Бургер-штанцы. Меня никогда так не называли. Методон. Когда я только пришёл в эти горячие земли, я... Это была работа моей мечты, работать на методона. Но я скажу тебе, будь аккуратен того, что желаешь, дорогой друг. Ведь иногда желания исполняются. О, ты когда-нибудь смотрел вокруг? Это... Это место просто лабиринт плохих вариантов, плохих выборов. И каждый раз, когда мы пытаемся что-нибудь поменять, всё... Они встают и говорят, это не то, как ты делаешь на поверхности. Ммм, конечно. Люди в Ютубе, конечно, всегда едят гамбургеры, сделанные из клея и каких-то других отвратительных шняшек. А почему люди всегда находят его таким привлекательным? Он просто огромный квадрат! Ты знаешь, когда-то я купил один из этих предметов в онлайне, чтобы сделать себе более квадратненьким. Они даже не работают. Твое будущее. Э, будущее? Какое будущее? Здесь ничего никогда не меняется! Я, возможно, буду закрыть на этой грёбаной работе всю мою жизнь. Но подожди! Здесь ещё одна вещь, которая заставляет меня двигаться вперёд! Это Асгар! Если он получит ещё одну душу, то мы наконец-то сможем выбраться на поверхность! И это будет полностью открытый новый мир! Это почему-то мне вдруг напомнило Рик и Морти. И это Рик, Рик, Морти, Морти, это будет полный открытый... Это будет полный открытый новой поверхности мир! Это будет полностью новый мир! И здесь будет новый шанс для каждого из нас! Для каждого! Поэтому оставайся сильным, мой дорогой друг. Я... Как и когда я сделаю свой бизнес огромным, я буду держать тебя в поле зрения и отдам тебе новый шанс! Окей, парень, ты весёлый! Мне нравится, но мне пора. В любое время, приятель. Моя невидимая сигарета, она всегда суперски... На вкус. Я даже не знаю, как я не на вкус. Добрый вечер! Как говорят пальцы? Я не знаю, как говорят пальцы! Всё, и прочитал. Да, мы знаем, что... Нет. Да, мы знаем, что... Это не я говорю, это палец. Что... Лифт, короче, не работает в этом городе, понял? Вот такая вот звезда. Короче, всё плохо. Печалька. Потому что из этого инцидента... Ещё пританцовывать надо. Из этого инцидента люди что-то там. Люди что-то там. 200 комнат за... 200 голды за комнату. Интересно? У меня нету. Но давай. Недостаточно денег. Ну и пошёл ты, огромный палец! Идём мой палец! Мне-то неинтересен. Мне не нужно ничего. Не нужно мне ваших подарочек. Чё ты слышишь на меня? Здесь огромная надпись на этом фонтане. Королевский мемориальный фонтан, сделанный в 2000 каком-то году. Метатон добавлен последней недели. А, то есть метатон раньше добыл просто фонтан, а теперь на фонтане метатон. О, кивушки. Я пойду направо и посмотрю, что у нас направо. Направо у нас 4... 3 двери. А что в этой двери? О, это... Комнатный сервис? Вы принесли мой морской чай? Нет. Тогда? Тогда. Хорошо вы говорили, приятно. Эта комната закрыта изнутри. О, щит. Он блюёт своё лицо на пол! У тебя лицо падает, чувак! Он занят. Ну, конечно, он занят. Он протекает своим лицом на пол! Какого хрена? Вы слышите... Чука-чука-чука-чука-чука. Вот что вы слышите. Выглядит так, будто вы можете положить что-то под дверь. Положить? Не положить. Положить. Вы положили хот-дог перед этой дверью. И лапочка выглянула из-под двери. И она пытается затащить хот-дог обратно. Но она давит вниз слишком сильно, и хот-дог укатывается от него. И он, наконец, увенчался успехом. Вы слышите, как кто-то делает джук-джук-джук-джук по камню. Маленький хавспаспи, чтобы это ни было, выглянуло к вам из-под двери. Вы подобрали хачпачпи. Хачпачпи. А, хачпачпи. Это быстрый щенок. По-моему, так. О, это сервис комнаты. Вы притащили мой синиман-бан? У меня есть синиман-бан, по-моему. Да? Нет, у вас нет. Ну, зануда. Я ничего не могу. У меня нет же СиАТ. Технически я могу пойти обратно и купить где-нибудь чай. Принести чай вот этому перцу. А вот синиман-бан я никуда не принесу, потому что у меня его нет. И еще мне надо пройти назад. Ага, мне еще нужно пройти назад и посмотреть, что у нас справа. Ну, что здесь у нас надпись. А на задписи написано. Эй, иди направо по этой странной аллее, чтобы получить несколько шикарных договоров. И я думаю, там какой-нибудь наркобарон сейчас меня примет. Ну, вы не наркобарон. Что вы такое? Огромный аллигатор и маленькая киса. Причем киса с покрашенными волосами. Я понимаю тебя, бро. Подруга. Ты жирная, но у тебя покрашеные волосы, поэтому ты бро. А ты аллигатор, ты не бро. Эй, проверь наши вещи. Да, проверь наши вещи. Я похож на Карлсона. Да, малыш. Пошли, малыш. Давай поговорим с вами. Так что, типа, что такое? А, они типа, такие девчонки, которые тпшки типичные. So like, what's up? Не важно. Бургер панс. Это вот штаны и бургеры. О, этот парень из магазина. О, он такой странный. Ха, такой странный. Но он, конечно, чуть-чуть милашка. А, давай, котейка. Неужели у тебя нет никаких стандартов? О, нет. Окей, типа, ну, тут кое-что нас чуть-чуть смущает. Не, всё было бы нормально, если бы он к нам относился с респектом. Но он просто действует... Чуть-чуть странно. И потом он действует, типа, это наш косяк. Ну, типа, когда мы попросили его парочку этих гламбургеров дать, он просто выбросил их и убежал. Мы даже не могли ничего сказать. Мы были, конечно, ха-ха-хотели с ним поделиться. Правда? Я нет. Хе-хе-хе-хе. Это такая брошка. А вас двоих? Я Брэйти, я Кэти. Они говорят одновременно. Это мой лучший друг Кэти. И это мой лучший друг Брэйти. Окей. Эм, вещи, которые здесь у нас, они, типа, очень богаты, очень дорогие. Она гипнотизирует меня своими руками. Я хочу купить у неё предметы. Я куплю у тебя все предметы. Ладно, я куплю все предметы. Заткнитесь, я хочу покупать предметы. Заткнитесь, я хочу покупать предметы. Предметы. Покупать предметы. Все. Ух ты. А у тебя на самом деле хорошие предметы. Мистический ключ. Хе. Возможно в чей-нибудь дом. Лол. И я куплю у тебя предмет. И еще предмет. И еще предмет. Да, киса, давай, двигай. Киса, давай. Ладно. Давай еще с ним поговорим. Нет, я не хочу ничего продавать. Не хочу. А, они... Что? Подожди. Мы не хотим ничего покупать. Но если ты достанешь нам парочку гламбургеров, нам не нужно ничего. Но я заплачу тысячу баксов, если ты достанешь летотонский автограф на твою жопу. То самое ощущение, когда кто-то просит дать автограф на их жопу. И когда оно жирное. Не, была бы ты няшей. Но нет. Эээ. Я имею ввиду, если бы, короче, у кого-то были бы деньги или оружие, или... Мы нашли все это на мусоре. На мусорке. Мне нравится, как она лавка. Она такая няша. Это хороший мусор. Да, это очень хороший мусор. Они, типа, рассказывают, откуда они взяли свои предметы. Откуда мы достали мусор? Типа, из мусорного магазина. Мех. Хе-хе-хе. Я все нашла это просто на водопаде. В огромной куче мусора. Окей. Метатон. О, боже мой, метатон! А, и они все поснимают в пеноте. Он, типа, мой любимый муж. Он, леди мой, мой робот-муж. Я думаю, что мы, типа, обе просто замыли замуж за него. А вторая говорит, мы, типа, уже замужем. Он просто... Он просто не знает этого еще. Хе-хе-хе. Хе-хе. Так что, доктор Альфус, как бы, создал метатона, да? Это то, что они говорят тебе. Но, типа, метатон всегда действует так, будто он сам построил самого себя. Как-то так. И даже когда он был построен, он действовал так, будто Альфус его старый друг. Словно они больше не друзья. Да, в отличие от меня и Брэдси. Мы больше друзья навечно. Метатон старая. То же самое. И Альфус. О, боже мой, Альфус. Она очень долго жива на нашей улице. Она будто наша старшая сестра. И я имею в виду, типа, если у тебя есть твоя старшая сестра, берет трип в мусорку, то она показала нам самые лучшие места, чтобы найти мусор. Она всегда собирала эти странные мультяшки. А потом она стала королевским ученым. И да, мы больше ее никогда не видели. Так, Альфус всегда была, как бы, так, типа, она думала, что Асгар это очень милый парень. Так что, типа, я очень уверен, что она сделала метатона просто, чтобы, как бы, его впечатлить. Асгара. Робот с душой. О, это просто очень супер, э, относительно подходящее к его хобби. Поэтому после того, как они увидели метатона, Асгар попросил делать весь вот этот вот научный стаб для него. Да никто не видел ничего от нее еще. Она еще ничего не сделала. Или ее вообще. Ну, она, как бы, оставляется в ее лаборатории на весь день. Типа, как бы, она, она живет, как маленькая девочка. Ха-ха-ха-ха-ха. Как мы. О, боже мой, она полный губер. Она, она очень... А, это я про Асгар спрашиваю. Он огромный шарик, пушистый, няшный. Я, типа, обожаю этого парня. Он очень милый. О, боже. Мы вместе, как бы, Очень... Очень хотим уничтожить человечество. Не надо, мы милые. Мы хорошие. Нет, я не буду для вас ничего покупать. Вы хотите наносить, что ли? Пошли его в очко. Пошли его в дубу. Я не буду вас уничтожать. Я не буду для вас уничтожать. Что тут нарисовано? Я хочу посмотреть, что тут нарисовано. Там нарисовано... По-моему, там нарисован дымок. Как бы кто-то пернул и побежал туда. Ну, кидуки. Сохранимся и пойдем дальше. Ревансирующая атмосфера здесь наполняет вас решимостью. Очень долго. 18 минут мы разговаривали со всеми. Диалогов тут просто завались. Подожди. И это я еще не... А, нет. Лифт тут не работает. Да, я все сделал. Ух ты. Еду. Дзынь-дзынь. А? Кто они? Никто больше не должен быть здесь. А, неважно. Мы не будем волноваться об этом сейчас. Откуда ты видела, что там происходит? А, да. У тебя камеры. Что это было за две черные фигуры? За мной следят. Это убийцы? Это ассасины? Готова? Это вот оно. Едь на элеваторе прямо вверх. Элеватор не работает. Что? Элеватор должен работать? Эм... Не важно. Пойди тогда направо и двигайся вперед. Я не пойду направо Я ломаю все правила Почему ты не попробуешь пойти направо? Держись! Магик появился у вас Очистить разум Вы игнорируете маджика и думаете о восходе солнца Ваша защита увеличилась на один Тинькил-тинькил, маленькая штучка Укидает меня крестами! Какого-то... Извините, что я вам на уши кричал Он шепчет какие-то магические слова Пицца, папайя, паприка, чу-чу-чу-чу Я посмотрю на тебя На что смотреть? На его шары или на его... А, на левый шар или на правый шар? Давай на правый шар Вы посмотрели на правый шар и он был ослаблен вашим взглядом Пожалуйста и спасибо тебе Он теперь начал меня бомбить Оп! Нет! Нет! Слушай, это ты косой А, он телепортируется туда-сюда и по мне стреляет Он делает мистическую джигу-джигу Я посмотрю теперь на левый Вы смотрите на его гоняющийся шар Он был ослаблен вашим взглядом Пожалуйста и спасибо тебе А, кто делает мне первая!? Ахаха Ну то есть бьется друг об дружку и... Он стукает шарами и пытается меня ударить Я могу тебя теперь прогнать? Все, я смотрю на лава его шара и он уходит Это было близко. Ну, почему здесь так много монстров? Я имею ввиду, это не проблема, верно? Пальпус, ты такой милошка. А, сюда я, похоже, не дойду, да? Дзинь-дзинь, похоже, ты не можешь пройти пока здесь. Все эти лазеры активируются, когда ты сделаешь... Они будут работать в таком ордере. Оранжевый, зеленый. Понятно? Двигайся до последнего из них. Оранжевый, оранжевый, зеленый. А, понятно. То есть, двигайся до последнего из них. Ясно? Дзинь-дзинь, ну, пуша мой. Тебе больно? Я прошу прощения, я даю тебе неправильный ордер. Все пока что идет правильно, да? Давай просто продвигаемся вперед. Альфос, ты меня обманула! Они шли синий-синий-оранжевый, а не оранжевый-оранжевый-зеленый. Зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-логушка. Здесь перекрестья Попробуй пойти вправо Я пойду вправо Я тебе верю Подожди Нет, я думал, что я Должна направлять тебя А, типа ты должна пойти вверх А я пойду направо Здесь должно быть что-нибудь, правильно? Дзинь-дзинь Что? Я думаю, это был правильный путь Больше лазеров А, Альфус, ты меня обманываешь? Я просто не активирую эти лазеры Они не включатся Я выключу их и все будет хорошо Просто иди вперед Тогда ты будешь пройти вперед Окей, вперед Но я сначала пойду наверх Я не могу пойти наверх? А что там было? Вдруг там было что-нибудь клевое и нёжное? Лазеров здесь действительно огромная куча Подожди, стой Электричество Оно включилось само собой Эй, чёрт Это не должно произойти Я-я-я-я включу его снова Когда всё выключится Двинься вперёд и потом остановись Хорошо? Ты-и-и Не поранишься Клик Ага! То есть я должен останавливаться? Хорошо? Дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь Ау! А это было нетрудно Я успел! Я успел Аха-ха! Выкусите, чебуняшинки! Эээ... Дзинь-дзинь-дзинь Видишь? Я... Всё-всего под мой контроль Всё полностью под контролем Почему же ты так волнуешься тогда, Альпус? Если всё так под контролем Почему она волнуется? Окей! Теперь тебе нужно... Тебе нужно... Я не знаю... Это не выглядит как моя карта полностью Извини, я... Я... Мне пора идти Эээ... Эээ... Ээээ... Ээээ... Киюшки Океюшки Океюшки Теперь сюда Как бы вниз У меня два выстрела Поэтому я, наверное, сделал вот так И сделал вот так Как выстрелить Вот так И вот так Я клёвый Ладушки Я смог Не знаю зачем Не знаю что Но я смог Это здорово Только зачем Ладно, потом разберёмся Я просто пойду направо И посмотрю, что здесь А где-то у нас Здесь ничего у нас нет Я тогда пойду Я не знаю, куда мне нужно идти Потому что здесь Саный ваберент Но О! Куда-то пришёл Это правда, да? Это же какое-то Это же какое-то место Глаз Астигматизм появился рядом Астигматизм Я не буду смотреть на тебя Он стал радостным Ай, посмотри на меня Ладно Посмотри так Посмотреть Смотрю Посмотрю Вы посмотрели на астигматизм Правильно И теперь Он кидает меня Огромными Своими дрынами Убери свои дрыны От меня А, и всё Он убрал свои дрыны Я могу отпустить Беги Мой милый Астигматизм Я отправляю тебя На свободу Что-то справа А-а-а, я, похоже, пришел правильно. Только куда? За этой дверью должен быть... Должен быть... Лик к королевскому дворцу. Угу, угу. О, нет. Э-э-э... Ладно, ладно, подеремся в этой. О, да, ты прямо... О, да, ты прямо там, где ты должна быть, моя любимица. Это время для нашего маленького шоу. Это время, чтобы полностью остановить неправильно работающего робота. Не остановить. Неправильно работающего, репрограммированного. Соберись, приди в себя. Это все было просто огромным шоу. Постановкой. Альфус играла с тобой все это время. И она смотрела за тобой по экранам. Как она... Как она была привязана к твоему приключению. Она очень хотела быть частью всего этого. Поэтому она решила вставить себя в твою историю. И она реактивировала пазлы. Она выключила... Лифты. Она записала меня, чтобы я мучил тебя. Все это... Ах, она сволочь! Так... Так этот маленький рептилоид решил меня напуять и подставить? Все это... Только для того... Для... Для опасности, которой не было. Чтобы ты думала, будто она хорошая персона. Но это не так. И теперь это время для ее самого главного часа. В этот самый момент Альфус ждет вне этой комнаты. Во время нашей пицц-битвы, которую она приостановит. Она попытается деактивировать меня. Спасая тебя последний раз. В конце концов, она будет героиней твоего приключения. И она будет пытаться даже тебя совратить, чтобы ты остался здесь. Или нет. Видишь ли, я... Мне... Мне хватит всей этой шарады. Я больше не хочу вредить людям. Вообще-то, я никогда не хотел. Моя главная вещь, которую я хотел делать, это... Развлекание. После всего этого, вся аудиенция заслуживает хорошего шоу, не так ли? И что может быть более хорошим шоу? Чем огромного поворота сюжета в конце? Японский городовой, ты меня испугал. Эй! Что происходит? Дверь просто закрылась. Она действительно ждала! Альфус! Ах ты ж... Ротливая... Рептилия! Как ты могла? Извините, друзья. Программа была остановлена. Но теперь у нас есть финал, который выведет вас с ума. Вы просто идете с ума. Уиии! настоящая драма настоящие действия настоящая мясорубка на нашем новом шоу атака убийцы робота а может не надо да клёвая музыка метадон атакует и он радуется он вас всех приветствует оу щит я другой поджечь его это скорее всего то что с вами произойдет если все вещи произвы происходить в таком же виде объясню значит в английском языке есть такая тема дар это не буквально сожгись а это когда тебя зала шили и ты такой а как пукан горит вот пукан горит это наиболее правильный перевод слова дур и он сказал у тебя типа загорится пукан если ты будешь пытаться делать всякую чебуйню вместо того чтобы быть полезным великому виндяйрусу вот да это я который период отработал ядром и я был тем кто нанял всех чтобы убить тебя подожди паучиха нам говорила что он улыбался нет ты не улыбаешься это не ты да она точно говорил что у него была огромная широкая широкая улыбка вообще не то улыбки ты мать его тетрис это все был очень гениальный план великого метатониуса и ты знаешь что было бы более 100 раз лучше убить тебя моими собственными руками ты можешь попробовать получай выкуси не понимаю что это такое я пытался послушай моя дорогуша я видел как ты дерешься ты слаба если ты продолжаешь пытаться сделать это асгор заберет твою душу никогда я сам заберу что-нибудь у него я сильнее всех потому что у меня есть сохранение я могу начать заново если вдруг проиграю но тебя это не волнует я все равно сильнее всех при помощи твоей души асгор уничтожит человечество не правда мы сильнее чего с гор кто был не был а просто пушистый маленький капочек нежности что мне сделает все говорят что он милый но если я заберу твою душу я смогу остановить плана с гора великий виндяйрус сам это сделает я остановлю человечество от уничтожения ты можешь попробовать окешки вау метатон тогда использую твою душу я пройду через барьер и стану звездой о которой я всегда мечтал сотни тысячи нет миллионы людей будут смотреть меня да кстати наверное ау это было бы прикольно посмотреть на метатона который был бы нашел это было бы супер пупер глиц грамм гламур я наконец получу все это но что если ради этого просто должны будут умереть пара людей также начинала скайнет а кстати вы видели недавно microsoft запустил интеллект искусственный в twitter который должен был научиться от людей всяким словам и я недавно посмотрел чем он там научился он предлагал что там черные это просто ужас он короче научился расизму матершине начал говорить что гитлер молодец и короче всякий другой став научили робота ёпти это шоу-бизнес бэйби я не могу что увидеть что происходит там но не сдавайся хорошо здесь есть одна последняя вещь при помощи которой могу побить метатона работа в процессе поэтому неважно не-не-не-не-не-не-не это и не то понятно но ты ты знаешь что метатон всегда поворачивается вперед это потому что сзади у него переключатель так что если ты сможешь его повернуть просто нажми на этот переключатель и он будет будет уязвим да все уязвимы сзади мне пора идти все уязвимы сзади даже метатон повернуть его вы говорите по метатону что сзади него есть зеркало зеркало да мне нужно выглядеть прекрасно для моего финального парада я не вижу зеркало где она неужели ты просто переключил мой выключатель ты всего лишь ум О, да! Ты видишь, что я делал в дымке по игре с первым? Это игра, чувак! О, да! Подожди... Окей, окей. О, боже мой! Если ты... Если ты тронула мой переключатель, то это может значить только одно... Ты очень хочешь премьеры моего нового тела! Можно нет, пожалуйста? Можно нет, Фитатон? Я не хочу это видеть! Мне хватило тех двух ребят в нашем шоу, которые были в дыре! Что ты тут тааааа! Ты просто был роботом! Оставайся роботом! Как грубо! Я грубый, да? Но я не хочу видеть тебя таким! К счастью для тебя, я готовился к этому показу очень долгое время! И теперь... А как огромное спасибо, я подарю тебе великолепную награду! Я сделаю твой последний... Я сделаю твой последний... Слушай, какой-то он у меня страшный, да? Как сделать его более сексиашным? Я сделаю твой последний... Не уверен, что это более сексиашно. Неважно. Я сделаю твой последний момент жизни... Абсолютно прекрасными! Метатон делает его примеру! Вау! Вот это танцульки! Вот это движуха! Я могу лучше! Танцевальный батл с метатоном, дядка! Я... Будто бегу куда-то! Но все равно это клёвые танцульки лучше тебя! Нет, на самом деле нет! А вот под это я не могу просто не танцевать! Ха-ха-ха! Ты ещё и спокаты умеешь делать? Ладно, у нас падают рейтинги! Я сделаю... Позирую! Вы позировали драматично! Аудиенция просто... У-у-у... Сделала! Свет... Камера... Экшн! Что?! А-а-а-а! А-а-а-а-а-а-а! Ты больно бьёшь меня, бро! Ладно, я должен стрелять по его ногам и ноги разлетаются! Он! Он буквально раздвигает передо мной свои ноги! Будь девушкой, пожалуйста! Я съем мясо! Ты съел мясо? Минус пятьдесят! Аудиенция просто отвратительно себя чувствует... ДРАМА, РОМАНТИКА, МИССОРУБКА Что я должен делать? Пахнет метатоном. Как пахнет метатоном? Как пахнет метатоном? Еще раз, если вдруг не поняли, как пахнет метатоном, я не знаю. Я представляю. Вы говорите, что вы не будете ранены полностью. Рейтинги буквально взлетели в момент хода метатона. Я идол, которого хотят все. Окей. Так, я просто должен быть не ранен. О, нет. Разочарование минус 100. Мы заважали с тобой метатон. Слушай, метатон, ты мог бы чуть-чуть подыграть мне. Я съем ботера. Брендовая еда плюс 300. Не надо вот так вот сидеть. Тьфу. Улыбку для кам... Улыбку для камеры. Он еще и сидит отвратительно. Вот этих роботов надо убить. Роботы килл. Плюс 20 за... Звозь, короче говоря. Я босс сделаю. Вы сказали, что вы не будете ранены. Опять я опять сделал эту ошибку. Я не знаю, что такое полз. О, это время для нашего поп-вопроса. Я надеюсь, что ты принес с собой клавиатуру. Да, вот она. А этот один. Очень легкий вопрос. Что вы любите больше всего о метатоне? Вот это моя любимая вещь. Я ее обозаю. СМЕХ У-уу, ты сказал так много обо мне? Да, и оно всё абсолютно понятно Полностью Я люблю, как страстен ты со мной Даже несмотря на то, что Я не понимаю, что ты сказал Я всё равно рад, что ты страстен Скажи Спасибо, метатон Я всё же буду думать, что ты девушка, потому что у тебя что-то вроде сисек на туловище, поэтому ты будешь женщиной. Хорошо, я надеюсь, мне не пройдет. Я буду позировать. Вы позировали. Аудиенция радуется. Ладно, ты девушка, поэтому стой, нормально. Нормально. А ты... твои выступления... Твои выступления показали всем, насколько ты открыта сердцем. А почему бы тебе не показать моё? Ага! Я могу стрелять по твоему сердечку! Бум! Эм, нужно убить робота! Бум! Попал! Робот раз! Оу, щи, я... На! Убить одного робота, от второго я... Факин щи, я... Ага, два выстрела по тебе! Увернуться от монстра... От молнии! Есть! Метатон! Мне нужно вылечиться, старпейт. Плюс 200 рейтингов! Вы съели старпейт. Аудиенция любит Брэм. Твои жизни восстановились. Я не знаю, я должен его убивать или нет. Если я стреляю по его сердцу, то это... Вроде как нарушение пацифиста или нет. Ууу, я просто разогреваюсь. Я не помню! Нет! У тебя очень большой урон! Дружище! Метатон. Ммм, что я должен... Я должен его бить или нет? Я не знаю! Ладно, я попробую. Возможно, я умру по пути вообще. А давай я буду просить у тебя пощады. Но... Как ты хорошо танцуешь на нашем танцполе? Я нормально танцую. А как я должен это делать? А, я должен через это... Нет! А, я должен останавливаться на... Да, точно, я забыл об этом. Я съем... Хашпейт. Я не знаю, что это. Вы съели его... Магия собак нейтрализована. Можешь ли ты оставаться спокойным? Нет, когда ты делаешь вот такую позу! Так, я должен просто стоять. Стою. Хорошо, стою. Супер. Стою. Годно. Уворачиваюсь, уворачиваюсь, уворачиваюсь! Меня всё равно ранили. Ладно, я буду действовать. Я не буду... Нет, подожди. Вы повернулись и что-то сделали с аудиенцией. Она хочет, чтобы тебя уничтожили в этот ход. То есть, я должен получать урон? Окей. За каждый раз, когда я получаю урон, мне дают... А-а-а. То есть, я могу сказать, типа... Вы все говно! И все люди будут хотеть меня убить. Логично. Ух ты! Фэшн плюс сто! Вы одели опром. Вещи просто взрываются. Я понял, как это надо проходить. Надо уворачиваться. Слушай, вот здесь я бы мог пройти. Я бы мог сказать, что я не буду ранен. А-а-а... Я... Я съем... Еду. Мне нужно съесть еду, да? Срочно! Срочно, срочно, срочно. Время для нашего брейка. Прекламная пауза. А-а-а... Ты, Каун, как затанцевал! Ха-ха-ха! Ты чем сорвешься, чувак, от такой скорости? Давай я снова одену ее. Ничего не произошло. Мы на огромной дистанции между друг с другом. Как насчет еще одного разговора с сердцем к сердцу? Я должен стрелять по твоему сердцу или нет? Я не очень понимаю. Я буду по нему бомбить, но я не уверен, что это правильно. Я надеюсь, я не испорчу свое прохождение этим. Потому что я не вижу других вариантов. Вот у него оторвались руки. Я скажу, что я не буду ранен. Вы сказали, что вы не будете ранены им полностью. Рейтинги увеличены очень сильно. А-а-а... Руки? Кому нужны руки, когда умеешь статьи и сексуальные ноги? Я все равно победю. Выиграю. Одержу победу. Эть! Нет, я ранился! Много раз! Я плох. Я плох в этой игре. Я съем мусор. Пожалуй. Он уже дырится. Давай же. А-а-а! А-а-а! Почему вы такие быстрые? Я понял! Мне не обязательно бомбить по этому. Все, ты меня не ранишь. Ты меня не ранишь. Я понял, как нам драться. Рейтинги увеличиваются. О, как продолжаться? О, шест. Нет, я буду ранен. Метал. Я не должен быть ранен. У меня все равно нет еды. А, нет, у меня еще есть одна. Нет, у меня нет никакой еды. А-а-а, драма, действия, экшен. Эть, эть. А-а-а! Одна жизнь. Одна жизнь. Я не буду ранен. Либо я буду ранен, либо я проиграю. Поэтому я не буду ранен. У меня нет выбора. Смерт. Камера. М-м-модово. Достаточно этого. Неужели ты правда хочешь, чтобы человечество было уничтожено? Или ты просто веришь в себя настолько сильно? Я верю в себя! Я верю в свои силы! Бум, бич! Ха-ха! Сволочь! Ха-ха! Я не буду ранен. Я не буду ранен. Ты не затронешь меня. Видишь вот это? Видишь вот это? Ты не попадешь. Потому что у меня одна жизнь. Либо он попадет, либо я проиграю. Поэтому я могу. Поэтому я могу делать что угодно. Ха-ха. Как вдохновляюще. Ну, дорогуша, это либо я, либо ты. Но я думаю, что мы оба знаем, кто победит. Увидь настоящую силу звезды человечества. Ладно, ребята, я думаю, мы на следующей серии продолжим Напишите в комментариях, нужно ли мне его убивать или нет Для того, чтобы не нарушить пацифистскую концовку Потому что я не знаю Да, напишите, и мы продолжим с вами в следующих сериях Всем спасибо за просмотр и пока, ребята, удачи!